Первое заседание оперштаба ознаменовалось массовостью посетителей. Они пришли с абсолютно разными проблемами. Елена Клочкова с улицы Почтовая пожаловала коммунальщикам с целым списком того, в чем нуждается ее дом. Произвести ремонт подъездов, отремонтировать козырьки над парадным входом на дверьми в третьих и четвертых подъездах, заменить внутренние двери в подъездах, почтовые ящики, отремонтировать инженерные коммуникации в подвале. А Валентина Солнцева и вовсе пришла просить не за себя и соседей, а за людей, убирающих подъезды ее дома. По словам женщины, маленькая зарплата может стать причиной того, что хорошие работники уволятся. Видят, что снег у подъезда, они могут взять лопату, почистить этот снег. Если где-то что-то оторвано, они могут прибить. Такие люди вообще редкие, и этих людей мы должны ценить. Еще двух пришедших на заседание горожан беспокоят плохое отопление в квартирах и проблемы с водопроводом. Все просьбы приняты к рассмотрению. Сами коммунальщики отчитались о выполненных поручениях. Солнечногорское городское хозяйство за конец декабря и в период новогодних праздников поработало оперативно. Оно устранило аварии в подвалах дома на набережной Крестьянской. На Ветлинской, 19-я отремонтировало систему отопления. А вот в том, что на улице Красной, 182 сидят без тепла в квартирах, жители виноваты сами. Как установили работники коммунальных служб, к такому печальному результату привело самовольное изменение системы отопления. О решении изложенных на заседании проблем и выполнении очередных поручений работники ЖКХ отчитаются на следующем заседании штаба.